День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски! И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Luftrausers! Или Luftrausers! Или... Я просто не знаю, как прочитать это название. Будет Luftrausers, и давайте просто посмотрим, на что это такое. Это очень необычная игра, и она своей необычностью и хороша, и в то же время плоха. Необычная она, потому что мы управляем здесь самолетом, при том, что очень редко бывает, но тут, скажем так, управление на клавиатуре очень-очень хорошее. Поэтому я вам советую, если у вас есть контроллер, не пользуйтесь им, лучше пользоваться на клавиатуре, лучше играть. Здесь намного приятнее почему-то управление, почему-то на контроллере оно очень-очень быстрое и очень-очень дерганное. Итак, здесь мы управляем самолетом, который мы можем изменять. А то есть, например, видите, у меня сейчас очень толстый самолет с оружием, которое просто... Разлетается очень сильно. И я могу все это изменить. У меня потихоньку-потихоньку открываются детали. Чем больше я специальных заданий выполняю, тем больше я могу, конечно же, открыть детали, тем больше у меня выбора. Детали у нас три типа, и мы можем на каждое задание их просто менять. Здесь задание, считайте, никогда не меняется, потому что у нас всегда вот эта вот арена, на которой я сейчас нахожусь. И чем дольше я на этой арене нахожусь, тем сложнее становится арена. Тем больше врагов здесь появляется, тем больше у меня пуль летает по экрану, и тем сложнее мне выжить. И поэтому здесь чем раньше и чем быстрее мы разберемся с нашими заданиями, или с тем, что мы пытаемся сделать, тем, конечно же, лучше. У нас также есть здоровье, которое очень тяжело. То есть, если бы они сделали балку, было бы намного приятнее. Давайте полетим снова. Было бы намного приятнее, потому что тогда было бы видно, что у нас. Так у нас здоровье, мы понимаем по звуку, если начинает верещать сирена, это значит, мы теряем здоровье. Также у нас вот такой круг белый полупрозрачный начинает сужаться вокруг нашего самолета. И это странно, это немножко неудобно. И, может быть, это подходит, но, скажу вам честно, мне было бы намного лучше, если бы они взяли и сделали балку и не морочили мне голову. Так мне приходится ориентироваться на то, что вижу я этот круг, не вижу я этот круг. Как, когда, что мне сделать. Итак, давайте я сейчас полечу. Мы можем восстанавливать себе здоровье просто полетом, если мы не стреляем, если мы ничего особо не делаем, а просто летим. Мы можем себе быстро восстанавливать здоровье. При том, что, как видите, у меня сейчас толстый самолет, у которого много здоровья и который может его легко восстановить. Так, так же мы можем немножко нырять в воду. Ненадолго. Мы теряем, конечно же, здоровье, когда ныряем в воду. И когда мы поднимаемся очень высоко в облако. О, господи, боже мой. А то есть это у нас специальное оружие, которым мы можем делать так, что просто можем врезаться врагов. Так, давайте сейчас... А то, по идее, таким образом можно, по идее, в корабли врезаться. Что? Что интересный вариант. Но то я останусь толстым. Я возьму себе стандартное оружие. Давайте все остальное. Пойдем дальше. И полетим. И у нас перед каждой миссией всего лишь три задания. То есть у нас постоянно три задания, которые можно выполнить. Я сейчас выполнил, например, задание, которое мне говорило. Это кумулятивное задание, которое мы выполняем потихоньку. Убить врагов, пока я горю. Это выполняется практически автоматически. Потому что под конец мы горим практически постоянно. И у нас повсюду враги, так что в них даже цениться не приходится. Какое задание у меня сейчас? Самая большая проблема. Это я должен за один забег разрушить шесть кораблей. Что у меня пока что не получается. Но я буду пытаться это сделать. И, конечно же, чем дольше мы играем, тем сложнее становится задание. И хорошо. По идее, мне бы сейчас очень хорошо пошла именно та насадка и тот корпус, который мне предотвращает урон от врезания. Так, тихо-тихо-тихо. Давайте восстановим здоровье. Давайте отлетим от всего того, что там происходит. Как раз вот все большие выстрелы. Это большой крейсер. И я не думаю, что я с ним разберусь. Нет, 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 нет. Особенно вот сейчас с этим огромным количеством врагов не разберусь. И чем эта игра отличается от всего остального? То есть это не твинстик-шутер. Конечно же, оно кажется. То есть мы управляем, по идее, вверх, вправо, влево, вниз. Но мы стреляем в том направлении, куда летим и куда смотрим. И у нас постоянно идет баланс между нашим газом, тормозом и инерцией. То есть у нашего корабля есть инерция. Если я сейчас отпущу, он полетит дальше. Если я развернусь, я полечу задом. Если я дам газ, я развернусь и полечу в другую сторону. А то есть управление корабля, это очень-очень важная часть этой игры. И по идее это классно, это очень интересно. Но вот именно из-за того, что игра необычная, именно из-за того, что она такая непривычная, ее тяжело объяснить, здесь нужно самому попробовать, как она управляется, как она летается, нравится мне это или нет, тут небольшая проблема. Потому что игра маленькая, и в ней ничего особого нет. Нету сюжета, нету ничего такого, из-за чего можно было бы еще посоветовать игру. Тут или вам нравится летать на этом самолете, или не нравится. И из-за этого ценник, по-моему, высоковат. Потому что 250 рублей, по идее, для маленькой игрушки, это вполне прилично. Но проблема в том, что вот из-за этого или мне понравится, или мне не понравится. И я не могу попробовать, это большая проблема. И тут я вам скажу так, если вы не уверены, а то есть я, конечно же, вам не могу передать то, как я ощущаю, вот это чувство полета, чувство управления инерцией, зависания, разворота на корабле, это очень-очень классно. И я, конечно же, использую слова, но передать ощущения я не могу. И поэтому тут вам придется или рискнуть, или просто подождать скидки. И у меня такое впечатление, что игра будет скоро на скидке, потому что, ну, да, это мило. Да, да, это мило, и да, это интересно. Но если бы в ней был сюжет, если бы у нее были другие уровни, если бы у нее было больше всего, то да, может быть, я бы сказал, не, знаете, в ней куча всякой всячины, здесь можно долго сидеть и играть. Но тут один уровень, тут разное задание, да. Но если не нравится уровень, не нравится управлять самолетом, то все, вы считаете, потеряли свои деньги, которые заплатили. Поэтому тут, если вы абсолютно не уверены, подождите скидки. Подождите скидки, особенно потому, что игра как бы сделана как-то странно. То есть она запускается в окне сразу же, в самом начале. Это окно можно растягивать, если растянуть его на полный экран. То есть эту игру на полный экран, у нее так или иначе будут черные балки по бокам, потому что она 3х4 или что-то такое. Как-то странно, что, по идее, здесь широкоэкранный формат сделать было бы абсолютно без проблем. Ну, просто дали бы мне больше неба, которое я бы видел. Здесь ничего такого, особо рендеринга и особо такого ничего нету. Я не знаю, почему они сделали вот этот вот 3х4 экран с балками. И как раз у меня сейчас в задании есть такой вот крейсер взорвать. Давайте попытаемся на это сконцентрироваться. Так. Ну, ну умри. Так, давайте полечимся и вернемся к этому же крейсеру. Как раз не знаю, восстанавливает ли они здар. Я не успел убить крейсер. Ну, ну что поделать. Так. Это разные типы врагов убивать, понятно. Убить крейсер и убить корабль, когда у меня максимальное комбо. Я без понятия, что такое максимальное комбо. То есть я, по-моему, до 18 или до 19 комбо добирался. Ну, что такое максимальное комбо? Без понятия. Может быть, 20. Может быть, я не знаю это, потому что я туда еще не добирался. Или это... Я точно это не знаю, потому что я туда еще не добирался. Но давайте я сейчас поиграю еще. И в общем, то есть для меня... Для меня это... Я не жалею то, что потратил эти деньги. Я не жалею, потому что я знаю, что я вернусь. И вернусь не потому, что мне интересно здесь проходить, А мне просто интересно управлять этим кораблем. Вот это вот управление, ощущение полета и возможность выполнять разные вот такие вот... Абсолютно сумасшедшие вещи, видите, где я кручусь, потом ускоряюсь, потом падаю, Потом лечу задом и стреляю, падаю. В то же время я могу нырнуть в воду, могу нырнуть в облака. И я играю в эту игру не из-за прогрессии, не из-за того, что здесь какой-то сюжет или графика. Нет, мне просто нравится вот это вот ощущение полета. Чего я не могу передать, чего я не могу гарантировать, поэтому будьте осторожны. Будьте осторожны, потому что игра в общем не предлагает ничего такого большого и интересного. Так что оно может просто не понравиться, и это немножко рискованно. Если вы где-то найдете демку или возможность поиграть, очень-очень советую. И очень советую взять на скидки, потому что на скидки уже не жалко. И это, по идее, качественная игрушка, которую стоит попробовать. Потому что вот такого ощущения полета нигде нету, и я нигде такого не чувствовал. Нету нигде такого. Так, хорошо, давайте тогда сейчас попытаемся все-таки разобраться. Так, с одним из кораблей. Пока крейсеры не вышли, я буду с самолетами разбираться. Может быть комбо наберу, может быть наберу комбо. Так, хорошо. И маленькие самолетики в самом начале, они страшные, но теперь я уже более-менее знаю, как с ними. Я зря нырнул. Отпускаем выстрелы и летим дальше. И так, это, по-моему, корабли подо мной взрываются. И так, по-моему, у меня... Ага, вот, хорошо. Крейсер есть. Давайте поднимемся. Развернемся и начнем падать. Крейсер, я иду за тобой. Я иду за тобой. Уи-и-и! И ныряем, поднимаемся, разлетаем, теперь разворачиваемся. И первое, убиваем самолета, который... Два крейсера меня взяли в перекрестный огонь, и я этого не пережил. Ну, что такое Люфт Раузерс? Люфт Раузерс это маленькая, очень веселая и необычная игрушка, на которую стоит обратить внимание, но которую, может быть, все-таки стоит взять на скидке, потому что вам она может сразу... Мне как она сразу понравилась, так же она вам может сразу же не понравиться, и поэтому тут риск, тут есть риск. И я тогда скажу вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.